добрый вечер добрый вечер всем тем кто сегодня приходит на урок а я прошу прощения что вчера не было как обычно урок обычно у нас пойдем рвии по средам урок вчера не получилось так вот мой младший сын в армии принимал присягу принимала месяц позже потому что были все события которые были в израиле это немножко отодвинулась вот а сегодня я хочу немного поговорить о том что есть много одиноких людей в мире и хорошо это или плохо и в какие моменты это хорошо и в какие моменты это плохо и что можно с этим делать вы наверное скажете она шатханит и сразу начнет говорить нам за шедухи а у нас тут есть люди семейные которые даже не захотят остаться послушать потому что вроде бы все в порядке все хорошо да шедухи еврейская семья это очень важно это основа нашего народа нам необходимо чтобы остаться народом плодиться и размножаться до в чистоте как говорит нам об этом тура сказано в книге решит в туре что нехорошо человеку быть одному но вот что такое удивительное есть одно из качество уникальное для всевышнего это то что он один всевышний он один так я тогда задам вопрос тем кто уже пришел тем кто уже приветствует нас быть одиноким хорошо или плохо есть люди вся жизнь которых сосредотачивается вокруг других людей вокруг какого-то общества может быть мы часто или много или мало каждый по своему сидим вот тут в фейсбуке да и все время смотрим кто что пишет кто что говорит да что говорят другие о себе о нас у меня лично почти пять тысяч друзей на фейсбуке и как вы думаете сколько из них я знаю или видела лично да и со сколько со сколькими из них я там говорила общалась переписывалась так что непонятно кто я такой человек у которого много друзей или наоборот мало и их нету человек с большим количеством друзей или он один я не знаю каждый думает про тебя может быть каждый смотрит на себя ему кажется ванну действительно я каждый день выхожу и общаюсь и вокруг меня окружает люди значит я не один значит я не одинок вопрос правильно ли это или неправильно и вот как то давайте немножко посмотрим на это с разных сторон как-то был привлечен один профессор для исследования луны и туда им были взросл засланы посланы всякие разные микроорганизмы всякие семена чтобы посмотреть что и как там сможет выжать как мы с вами знаем что семя когда она попадает в землю да а потом начинает пускать корни растет стебель там ствол зависит от того что мы сажаем да потом может быть ягоды выходят цветочки все каждую каждую так вот семена которые зерно 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 которое попало в землю на руне она стала выпускать корни но эти корни никак не могли никуда приспособиться то они вылезали наверх то они наоборот все время льнули в одну сторону то в другую потом начали вылезать тоненькие стебельки но и они искали к чему бы прижаться и через достаточно малое время они просто перестали развиваться и что в результате случилось они умерли в чем же проблема на луне не работает закон притяжения да и всего то случилось что не было этого закона притяжения и они не знали к чему куда притянуться из какого места расти куда расти как к чему они имеют отношения именно поэтому они завяли и умерли когда мы с вами строим дом как мы это делаем сначала мы закладываем фундамент почему потому что фундамент связывает нас землей с местом на котором будет стоять нужно наш дом и только потом мы можем на этот фундамент уже начинать строить дом для того чтобы нам построить наш свой еврейский дом нам понятно что необходим фундамент и наш с вами фундамент что является нашим фундаментом конечно это туран ведь мы только что с вами поняли что где нет фундамента да то есть там где нету закона притяжение ничего не выживает правда надо сказать что и на фундаменте иногда вырастают выстраиваются до дома неуклюжие и непрочные все таки все зависит не только от того что есть фундамент на того кто и как строит но это уже как бы следующий шаг после того что сделается главное закладывается фундамент и наверное после вот всех этих разговоров рассуждений кстати я вот сейчас веду урок поднимаю глаза и прямо напротив меня фотография реви он так на меня смотрит и мне кажется он внимательно слушает я надеюсь что вы действительно тоже слушаете да какие примеры в торе есть которые нам или в торе или так сказать я хочу сейчас сказать поговорить о примерах которые будут во вторе нашей недельной главе будет идти автора нашей недельной главе там будет идти речь о рахав наверное многие хорошо знают это имя это имя одной из красивейших женщин прекраснейших женщин нашего народа да может быть кто-то не очень хорошо помнит хотя у меня есть беседы именно вот на эту тему и можно найти здесь же на в экран до беседы на тему арахав но тем не менее те кто все-таки не знает о ком идет речь да но хотят понять о ком я сегодня буду говорить я быстренько вкратце расскажу о ней чтобы мы поняли к чему я веду на рахав на иврите это значит полная или широкая но не подумайте что она была толстая она была полна чем-то другим жила она в городе ерехо и обладала редчайшим правом содержать там очень дорогую элитную гостиницу в те времена женщины не работали и это было совершенно невероятное явление да мало того что она была еще и очень богатая женщина то есть не только она была красавица не только она жила в ерехо но она работала и была очень богатая женщина эрехо был тогда практически воротами в землю израиля и все приезжие должны были обязательно пройти через него не было другой возможности войти в землю израиль так вот и и и гостиница была элитная невероят самые элитные в то время и находилась она в стенах эрехо то есть раньше стены строились таким образом это были широкие такие как вот многометровый то есть стена состояла как бы из дома широкие многометровые дома и вот они опоясывали площади и дома внутри города вот в это так сказать стене которая являлась само по себе и домом вот как раз и жила рахав и была ее супер элитная гостиница ну кроме того что у нее была гостиница звали ее рахав рахав азуна что имеет по себе не один перевод и не одно значение да первое это то что она занималась продажей провианта мизонот да то что нас мазин то что насыщает наш организм мизонот да поэтому и называется от слова мизонот зона человек который торгует продуктами едой да то есть содержит вот гостиницу ресторан и так далее то есть нас еще насыщает наш организм второе же значение до носить насыщала нечто иное нечто интимное то есть она была невероятно красивой дорогой элитной женщиной как сейчас в россии говорят женщина с низкой социальной ответственности он или попросту говоря она была элитной проституткой далеко от не каждый человек мог себе позволить воспользоваться ее услугами к ней приезжали цари всех царств которые будут окружали дату земли израиля было много царств маленьких и соответственно вокруг к ней приезжали очень богатые люди и от них кроме покровительства богатства да она получала также много разных сведений о том что происходит в мире интересно что раха было уже 50 лет к моменту вот нашего повествования которую мы сейчас с вами говорим ей было уже 50 лет она была десятилетней девочкой когда евреи вышли из египта и сейчас вот то время про которое вам говорю прошло уже 40 лет пришло время евреем уже войти в эрот и саэль араха уже исполнилось тогда 50 скажу что это немало и время и каждый человек ну не знаю я в 50 чувствовала что я уже испела и то и сё и так далее явно девочкой я себя не чувствовала вот вот она жила и она все время получала от всех вот разных людей кто там был кто к ней приходил совершенно удивительные сведения о невероятных делах которые происходили с евреями да о том что всевышний заключил с ними договор что войны спасение это совершенно невероятно мы сейчас смотрим на это уже как само собой разумеющийся а тогда это вообще было в то время которое реально случалось это было совершенно невероятно и у нее появляется непреодолимое желание стать частью этого народа и вот когда я шоу бену посылает своих разведчиков ерехо чтобы развить разведать как можно победить этот город для того чтобы начать завоевание земли израиля да потому что еще раз повторяю был воротами в ротами в землю израиля и вот когда разведчики пришли в ее дом она помогла им спрятаться от погони отправленной за ними царем ерехо как вы думаете рахав была счастливым человеком у нее были деньги у нее был некий почет своего уровня но почет да она была очень уважаемой женщина была очень богатой женщиной к ней схожи были самые богатые люди она была женщина перед которой рыбали рыба рыболепствовали простые люди она была женщина в которую влюблялись у нее была совершенно необыкновенная красота была ли она счастлива или другой вопрос была ли она одинока или она не была одинока как вы думаете вот посмотрю кто отвечает добрый вечер тем кого я вижу кто пришел кстати вот пока может быть кто-то пишет и отвечает я в очередной раз напомню что есть ссылочка здесь при уроке тем кто хочет помочь в икра кто хочет чтобы уроки в икра шли в частности мои уроки или других лекторов да хорошо будет если вы нажмете на эту ссылочку и соответственно выразите свое желание чтобы уроки продолжались так вижу что никто не ответил была ли счастлива рахав была ли она одинока или нет может быть вы не знаете может быть вы не совсем слушаете о чем я говорю но давайте с вами вот виктория пишет что думает что она была одинокой я тоже думаю что она была одинокой и я не думаю что она была счастливой в то время из книги про роа и ашуа мы с вами узнаем что крахав направились царь и первосвященник калев это муж пророчицы мирьям сестры муше да и пенхас пенхас бен и лазар первосвященник царь ерихона он очень быстро узнал о приходе разведчиков потому что все там было хорошо поставлено и вот написано так что послал царь ерихона сказать рахав выдай людей пришедших к тебе что вошли в дом твой ибо высмотреть эту землю пришли они так написано в книге и ашуа при этом мы видим что с рахав говорят неприказным тоном и и уважают да очень аккуратные объясняют причины этого требования но рахав не слушает царя и тем не менее прячет пенхаса и калева за что и получает обещание от них что ее и всю ее семью не тронут и оставят живым живыми при завоевании ерихо надо сказать напомнить каким образом до того как она повстречала калева и пенхаса каким образом к ней приходили в гости эти самые богатые люди она открывала окно и бросала ему верев им веревку был такой знак особая красная веревка которая говорила что у нее свободно и к ней можно войти важно это было то что люди часто приходящих которых она соглашалась принять это были люди которые не хотели чтобы знали про их присутствие у нее и поэтому она соблюдала некие такие условности ну а если не дай бог кто-то к ней в комнате стучался то она их прятала под особыми льняными материями и вот когда к ней пришли разведчики она практически пользовалась теми же самыми инструментами и когда она договаривается с калевом о том что ее оставят в живых она упоминает именно эти три вещи говорит что пусть эти три вещи будут моими свидетелями да какие три вещи я напомню это окно нить и материал изо льна непонятно зачем да она также им говорит и напоминает что это были те самые вещи которыми она пользовалась до этого для совсем других целей интересно что про это говорит морали спраги он говорит о том зачем она упоминала разведчикам вот этому царю и коину да калеву и пенхасу зачем она упоминала им именно об альне об этом самом материале в котором она спрятала дело в том что материал на иврите называется бат лен растет так что каждый стебель растет отдельно от другого сам по себе да на иврите бат бодет бодет да это отделенный каждый сам по себе и тут мы с смотрим и понимаем что ведь человек рождается и растет на самом деле каждый сам по себе понятно что в нем заложены потребности общения с другими людьми одиночество толкает толкает нас искать общение вот пешта лен он как бы символизирует собой даже в том как вот он написан как он растет он символизирует бедут одиночество и когда она укрывала вот этих людей приходящих к ней ей вот когда они находились ей казалось что они и и делают не одинокой на нее есть спрос она прятала вот тех которые пришли к ней в эти моменты общения с ними когда она была когда и дарили дорогие подарки когда она чувствовала себя могучий да вот это было временное такое ощущение нужности что вокруг нее есть люди что она важна да а потом она их закрывала вот этим льном прятала и все и нет никого все это накрыто и никакой важности вдруг нет если их надо прятать какая же важность да и вот в этот раз там были спрятаны под этим материалом как раз эти самые разведчики и это был первый раз когда она сделала не для себя не для какой-то минутной прихоти а она сделала это для других и сделала потому что она знала что они пойдут и победят и завоюют землю израиль она знала что всевышний с ними и действовала понимая что ее могут убить то есть она поставила грубо говоря на кон свою жизнь чтобы их спасти укрыв этим материалом да то есть она завязала некое такое начало другой действительности и это то что почему упоминается вот об этом пештане альне почему же окно потому что когда мы с вами одинокие то мы смотрим через окно на другой мир там где мы находимся есть возможность увидеть посмотреть и неважно на какой стадии где мы в жизни находимся нечто ты смотришь в другую сторону ты пытаешься понять что есть вот за закрытой территории своего я что есть в другом мире и нам с вами хочется связи с этим другим миром а что является связью а связью является это самые красные веревка когда которая тоже упоминается в договоре веревку которую она выбрасывала чтобы достать получить то что она хочет до к ней приходил мужчина она то есть видел эту веревку по ней поднимался то есть эта веревка была как некое средство получения неких своих благ на теперь же она выбросила эту веревку совершенно для другой цели то что у нас есть окно веревка говорит нам об одной очень важной вещи понятно что это все на духовном уровне да если в ее случае это было на материальном то в нашем с вами случае это некие духовные такие ценности про которые я говорю то что у вас есть желание посмотреть в окно то есть желание выбросить веревку для того чтобы найти нечто чтобы или спуститься туда или поднять его к себе говорит о том что у вас большая душа но ей сейчас плохо и плохо потому что она не выполняет своего предназначения когда душа не выполняет свое предназначение человек чувствует он может много он может мог бы не знаю что то такое совершить но он не знает что совершить он не знает куда себя деть он не понимает что с собой делать что происходит на него нападает депрессия да потому что ему кажется нам кажется что у нас ничего не получается и когда у нас ничего не получается мы прячемся сами в себе а спрятавшись сами в себе мы мы становимся одинокими у каждого из нас есть окно через которые мы можем увидеть все варианты возможностей надо понять кому мы хотим сбросить нашу красную нить нашу красную веревку да и иногда наши видимые желания кричат нам все время хочу 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 это хочу лов красивой жизни хочу такой-то автомобиль хочу вам варджине хочу такую квартиру хочу красиво выглядеть хочу бриллиант да можно без остановки перечислять все что угодно хотим душа наша кричит хочу да кто кричит нам кажется наша душа кричит этот давайте с вами вспомним что когда всевышний творил наш мир он разделил воды на нижний и верхний то есть написано так и сказал бог пусть будет посреди воды свод и он будет отделять верхней воды от нижних вот верхние воды находятся над небесами а нижние воды на земле и под землей и они-то образуют тегом пучину и вот эти самые нижние воды они плачут мы хотим быть перед всевышним и поэтому да вот этот трон вот эта пучина которая на самом деле она нас засасывает но воды плачут а воды в них как мы знаем в этих плачущих водах поселился наш я церра который вот все время лезет и поднимает свои желания мы хотим подняться вверх да то есть нам кажется что если мы вот эти наши желания осуществим желание быть самыми богатыми самыми красивыми самыми успешными не знаю в работе много разных у кого в чем да есть что важнее нам кажется что если мы осуществим то мы станем счастливы если мы вот этого достигнем у нас будет все хорошо а результат того что вот эти делают нижние воды вот эта пучина а результат такой что мы казалось бы как бы достигнув некой какой-то цели мы остаемся одинокими нам удовлетворяем какое-то наши минутные желания в том или ином деле но мы одиноки утрахов она смогла увидеть нижние и всем видимые вот эти воды желания она уже через них прошла она уже не раз там была до них было без счетовой жизни она смогла увидеть верхние духовные духовным зрением усмотрев и понять что самое главное она сделала ги-юр и она поднялась на высшую ступень который в принципе можно только подняться она стала женой я шо бы ну я шо бы ну если мы помним это тот кто был учеником мошера бэйну и в результате кому всевышний дал сход право обязанность вести наш народ завоевать нашим народом землю израиля и вот от этой самой рахав которая была на нижайшей духовной но может быть на высочайшей материальной ступеньке да именно она стала женой я шо бы ну от нее пошли пророки 8 пророков 8 пророков в нашем народе благодаря тому что она смогла найти вот эту свою высокую душу она смогла найти дорогу куда правильно спустить вот этот сплетенный из красных нитей шнурок да тот самый который в общем стала опознавательным знаком для войска яшу бэнун соответственно и рахав ее семья была спасены и рихо был полностью разрушен и понятно чтобы вошли и завоевали землю израиля и что я хочу вам сказать что каждый из нас независимо от того на каком духовном уровне он сейчас находится независимо от того в каком уголке мира он живет он может найти куда бросить свою красную нить и создать настоящую жизнь для минутного удовольствия создать настоящую теплую еврейскую семью стоящую на основе торы и митцвод и перестать быть одиноким это может каждый еврей и всевышний дал каждому из вас все возможности для этого я же со своей стороны как шатхане да мы с этого начали постараюсь помочь тому кому действительно это будет надо желаю всем всем людям не быть одинокими быть счастливыми иметь близких людей кому вы доверяете уметь подниматься в этой жизни исполнять свое предназначение и хорошей недели всем до свидания